Здравствуйте дорогие друзья! Давайте поговорим сегодня про корни и Амалека, такие две несовместимые вещи. Дело было в 1921 году. На святую землю прибыл британский министр по делам колоний, знаменитый, тогда еще не очень, но уже известный Уинстон Черчилля. И в Тель-Авив, который в тот момент был пригородом Яфа, к приезду этого политика очень готовились, он влиятельный, и Тель-Авив давно уже хотел добиться статуса отдельного города, получить независимость от недружелюбного арабского Яфа. На Черчилля возникали большие надежды, ожидая, что министр убедится в необходимости такого статуса и так далее. Накануне жители по мере всего украшали домофлагами, цветами, коврами там, на дороге прямо расстилали. Комитет жителей, это прообраз будущей мэрии, на последнем перед прибытием министра собрания решил, что для полного вот такого вот совершенства необходима зеленая аллея. По ходу следования высоких гостей от здания комитета городского управления к дому его председателя, мэра Дизингофа такого. И проблема была в том, что, ну, деревьев уже времени нет, понятно, нашли, как всегда, оригинальное решение. На восток от Яфы, к югу, там, по дороге на Рюссельнем расположена была основная тогда сельскохозяйственная школа Миква-Израиль. И вокруг нее уже были большие тенистные рощи, там, сосны, кипарисы и так далее. Ночью специальная бригада прибыла в Миква-Израиль, срубила необходимое количество деревьев и везла их в Тель-Авив. В соответствии с планом, вот эти обрубленные деревья вкопали, очистили там немножко, вкопали в песок, насколько глубоко, насколько позволяла нижняя часть ствола. И очень красивая такая аллея стала. Наутро множество жителей собрались на улицах в ожидании гостей. Подъехал автомобиль с министром. С Черчиллем прибыл комиссар верховный тогда Палестины Герберт Самуэль. И главный филантроп в Палестине, барон Ротшильд. Это оркестр гимназистов, грянул марш, возбужденная толпа, все окружили, начали, кто-то прислонился к дереву, кто-то поднажал. И вдруг с шумом и грохотом одно за другим посыпались ногам гостей вот эти вот свежевкопанные деревья. Все увидели снизу обрубленные стволы и так далее. Процессия остановилась. Ротшильд и опытный политик Самуэль замерли. Они не знали, что делать. Лицо Дизингофа залила краска стыда. Ну, понятно. И вдруг находчивый Черчилль громко и искренне засмеялся. И разряжая обстановку, он сказал смущенному будущему первому мэру Тель-Авива. Мистер Дизингоф, запомните, без корней здесь ничего не вырастет. Ничего. Вот такие вот пророческие слова сказал Черчилль. Теперь идем дальше. В нашей недельной главе Бешиллах сегодня рассказывается о первой террористической атаке на еврейский народ. Мы, к сожалению, это видели и на этой неделе, так что все продолжается. Сыны Израиля только покинули Египет, только вышли в пустыню, собирались налаживать жизнь. И пришел Амалек и воевал с Израилем и Рюфидими, написано. Это через пять недель после выхода из Египта, хотя весь мир видел чудеса Бога и так далее. А у евреев война через пять недель. В учении хасидизма говорится, что помни, что сделал тебе Амалек. Мы не концентрируемся при этом на физическом враге, потому что мы не знаем, кто сегодня Амалек. Подозреваем, но не знаем. Амалек это тот, кто охлаждает нас. Амалек это тот, кто отдаляет нас от исполнения заповедей. Человек вдохновляется каким-то чудом, или что-то там произошло, видит руку Бога, хочет поблагодарить, сделать какую-то миссию. И тут кто-то ему говорит, или человек, или внутреннее начало. Что ты так восхилляешь? Это случайность, успокойся. Знаете, это Амалек. Это Амалек, или этот человек, это Амалек, это действие человека. Возникает вопрос, как-то бороться с этим духовным Амалеком. Он пытается нас охладить. На следующей неделе мы будем отмечать Тубишват. Новый год деревьев. Встает вопрос, а почему мы празднуем, мы не деревья, празднуем Тубишват? Ведь это их праздник, деревьев. И ответ заключается в том, что в Торе есть слова, которые человек это дерево полевое. Тора сравнивает человека с деревом, значит это и наш праздник. И Любавичский Рэбе спрашивал, почему Тора сравнивает человека с деревом? Ведь человек больше похож на животное. Мы едим, пьем как животное, передвигаемся с места на место. И люди даже разговаривают, некоторые животные. Так может быть более подходящий будет праздник Новый год животных? Но Рэбе говорит, что у дерева есть уникальное то, что они не обладают другие, даже более высокоорганизованные виды. Дерево всегда связано с местом, на котором выросло. Всегда связано со своими корнями. Животные, они мобильно бегают, признак того, что они живут, это способность двигаться. Однако существование растений зависит от их связи с корнями. И только тогда они дают плоды. И Рэбе говорит, что человек это дерево. Как каждый человек в любой ситуации, где бы он был, он связан со своими корнями. Мы связаны с прадцами нашими. Почему мы читаем Авраам, Ицхак, Яков? Мы связаны с ними корнями. И лекарства от Амалека, которые приходят, чтобы охладить нашу любовь к Всевышнему, или остудить наше рвение какое-то, это корни. Мы должны укреплять наши корни в духовности. Чем глубже корни прорастают в землю, тем сильнее дерево, тем больше оно противостоит буре. И чем сильнее будут корни детей, которых мы будем укреплять в традициях, тем лучше будем знать историю своей семьи. Кто был его отец, мать, куда пришли, какие жертвы были. Тем больше будет уверенность в том, что ему штормы не страшны. Мы пришли из страны победившего атеизма СССР, со всех концов земли. Возвращаемся на нашу землю, открываем свои корни и возвращаемся к вечной Торе. Брахавы от слаха.